Ты думаешь, Америка это рай? Ты думаешь, только в Америке найдешь себя? Высокие зарплаты, забота о тебе, образование, работа, высокие пенсии, забота государства, все для тебя. Но так ли это на самом деле? Субтитры сделал DimaTorzok Заправиться и тут нечто, нечто странное. Вот вы видите, здесь написано Доллар 87,9 Это то, что написано здесь А там, вот, зелеными написано Доллар 85,9 Непонятно, какая-то замануха. Честно говоря, я раньше никогда не обращал внимания В принципе, солярка так дорого не стоила, ну, никогда не обращал внимания. Сейчас начинаю обращать. И непонятно, какое-то кидалово. Сейчас пойду спрошу, что за фигня. Два лишних цента за литр. Вот я вчера заправил на 1000 И сегодня На 932 доллара 6 центов я заправил 496 литров Вот такие вот цены Затянул Затянул таким вот ключом Крышку бензобака Ну, этого топливного бака Не знаю, для того, чтобы просто хотя бы не открутили Но мне надо, наверное, какой-то замок здесь Потому что здесь, в принципе, пистолярки на 2000 Чтоб не сперли Сходил я вовнутрь Говорю, почему здесь Доллар 85 А у меня здесь Доллар 87 Говорю, гони бабки назад Она говорит, ой, это там не Not updated То есть не Не обновлено И вот сейчас она пошла и поменяла Смотрите Теперь написано Доллар 87,9 Хоть бы один раз В мою пользу что-то было Ладно, едем дальше Вон тут еще Смотрите, какое поле Сейчас покажу Какое поле солнечных батарей Нехилое такое Поле Поле Солнечное поле Да Ну, если кому-то интересно Сегодня я уже проехал 162 километра Всего я проехал На этой неделе 3571 Мне осталось 326 километров Но это у меня информация с GPS Заправился я Написано 1100 литров У меня сейчас есть На 2882 километра Но на самом деле Хрен с два 2000 О, уже он мне дал 2900 Хрен с два На самом деле 2900 ты проедешь Но да ладно Металл Металл Валяется металл Нужный Кому-то нужный Едешь такой Едешь Все однообразное Ровное Поворачиваешь голову налево И видишь Что там земля треснула О, вот этот товарищ Классный поехал Вот это я понимаю Груз у него И там земля треснула Думаешь Ё-моё А так в принципе Видите Все однообразное Еду Кушаю орехи Ну На орехи-то я С вами Заработал Кто-то говорил Что Вот эти кадры Очень хорошо Иллюстрируют То, что земля плоская Вот Я не знаю Если вам видно Но вот там вот вдалеке Плоская земля заканчивается И начинаются горы Соответственно Она там Становится Круглой Не знаю Видно вам Еще не видно У меня Все-таки Глаз Вот вдаль Я вижу Очень хорошо Вот прямо Как снайпер Шикарно Вижу Вдаль А сблизи Уже нужны очки Вот там начинаются горы Нормально так Там где-то Вот там вот За горавей Ванкувер И говорили мне Что в Ванкувер Ехать Мама не горюй Зимой вообще Кошмар Какой-то серпантин Надо ехать с цепями Со скоростью 10 километров В час Вот Но мы туда Сегодня не поедем Мы пока Здесь Как бы вот Между Калгари и Эдмонтоном Вот Здесь вот такие вот Хозяйства Вот Кстати Между прочим Я уже не первое Такое Хозяйство Проезжал Вижу там много дров Вот Так что В 21 веке На Канадщине Топят дровами То есть Какая-то местная Мэри Говорит Своему мужу Джону Пойди Принеси Из пуленницы Пару дровишек Пару бревнышек На разогрев И он уходит За дровишками Вот здесь есть Поливочная Такая техника Такую же Точно Как я видел Еще В Советском Союзе Но я думаю Она И у вас Такая же Хотя Фиг его знает Может у вас там Что-то другое Изобрели Не знаю Но здесь Вот такая же Она где-то С одной стороны Закреплена И потом Вот это вот Длинная колбаса На колесах Она ездит Поворачивается По часовой Или против часовой Стрелки Но вот горы Надеюсь Вы видите В любом случае Со мной Оставайтесь на канале Со мной Вы в них Еще побываете Как только Откроется Граница То я Примерно Вот отсюда Если я уже Доезжаю до Эдмонтона Я буду Опускаться Делать Такой треугольник Буду ехать В США Вот мой друг Сейчас Едет Тоже Ну куда он едет По-моему Либо в Эдмонтон он едет Либо в Ванкувер он едет Но он Только начал Там За мной В общем там Как бы В Торонто И потом он поедет В Алабаму Забыл я По всему континенту Ладно Осталось мне 239 километров Едем дальше И смотрим Что уготовит мне Сегодняшний день Какие-то хаты Такие Домишечки Такие Непонятные Но это нормальные Такие домишечки Так И у нас здесь Что Вот мы к горам Поближе У нас здесь Сужение дороги Там Какие-то Рабочие Делают Мост А горы Там довольно Серьезные Там возле меня Тоже есть горы Ну что-то Вот Когда здесь Находишься На плоском И видишь Вдалеке горы Оно как-то так Впечатления Более Яркие Вот так вот Какие-то магазины Которых у нас нет Кооп В общем Судя по картинкам Какой-то продуктовый Ехать мне еще 193 километра Ну так Населенный пункт В общем-то Обычный Магазин Рона Это Настройматериалы Продают Канаде Энтайр Какие магазины Я вам показывал Уже Красный свет Мы проехали Вот Продолжение Вам населенного Пункта Пока вы смотрите Что могу еще сказать Позвонила Катя Сказала Во-первых Сейчас пятница Сказала Что Ула готовится Уже встречать папку Ула еще не знает Что папка Не приедет Ни в пятницу Ни в субботу Ни в воскресенье Ни на следующей неделе Только в конце Ула наверное Подумает Что папка Их бросил Ой Если вы заметили На дороге Валялось Раздавленное Животное Это был Скунс Теперь тут Воняет Кошмар Вот что что Увидеть Вы можете Но Почувствовать Запах Скунса У вас Не получится А запах Как говорил Райкин Специфический Теперь мы с вами Проезжаем Городок Честермер Все та же Альберта Тут За этими домами Озеро есть Нормальные Такие дома Хорошие Мне нравятся И там дальше Райончик Побольше Там домов Побольше Цены на недвижимость Я здесь еще Понятия не имею Никогда не смотрел Надо будет как-то Оглянуть Поинтересоваться Вообще Не знаю Сколько стоит Недвижимость На западе Канады Знаю Что в Ванкувере Очень дорого И вот Традиционная Рубрика Из чего Строят Дома В Канаде Видите Выглядят прилично Ну а как и в Америке Полностью построены Из дерева Из досок Фанеры Так скажем Ваты И обложено Пластиковым Сайдингом Здесь какая-то Стоянка RV Не знаю Наверное Нет Self Storage Написано То есть Они Могут здесь Хранить Свои RV Нахрена Они нужны Вот я не знаю Вот Я не понимаю Смысл Покупать RV Куда-то ехать В этом RV А вот видите К горам мы уже поближе К горам мы поближе Ой Наверное Там вот В таком месте Где вот Ты тут стоишь На ровном А там горы И в хорошую Ясную погоду Запустить дрон Наверное Будут шикарные кадры Сегодня у меня Дрона нет Я вообще Мало что с собой взял В эту поездку Не дрон Не какие-то там Другие камеры Кстати Новая Новая Камера Осмо Пакет С микрофоном Мне уже домой пришла Вчера заказал Уже сегодня пришла Обошлось мне это все Вместе с налогами По-моему 724 доллара Одну из старых Надо продать Если кто-то живет Недалеко от меня И кому-то нужна Осмо Пакет 1 В идеальном состоянии Обращайтесь О, кстати С удивлением Я обнаружил Вот сейчас я съезжаю С дороги И буду ехать Там правее А прямо перед нами Там, кстати Калгари Возле этих Красивых гор Я у вас еще Проводник По этим местам Сам неопытный Поэтому С удивлением Обнаружил Что вот город Чтобы в Калгари Надо было ехать прямо Ну по сути По сути Это Калгари Вот GPS показывает GPS показывает Что это Калгари Это Калгари Центр города Там Где-то там Так что Кусочек Калгари Мы с вами Таки Зацепили Так что Вот ты какой Калгари А если серьезно Любой город Хоть в Америке Хоть в Канаде Он ничем не отличается Единственное отличие Это как раз Центр А так Вполне можно было Заснять это И сказать Это Торонто Или пригород Торонто Все одинаково Какая-то Свалка С правой стороны А нам еще ехать 150 километров Да Совершенно верно От Калгари До города Ред Дир Куда я еду 150 километров Торонто Калгари 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Недалеко от домов И знаете, вот сейчас пришло в голову Я же слышу иногда, что говорят люди, которые хотят эмигрировать Они говорят, мне здесь все надоело Я не хочу больше жить в этой квартире, где у меня куча соседей Я хочу жить как канадцы В собственном доме Подальше от всех Вот, подальше Между прочим, я живу В собственном доме, который гораздо Более далекое Большое расстояние От моего дома До дома Моего ближайшего соседа Гораздо больше расстояния Но Когда у него играет музыка Я слышу Представляете? У него в доме играет музыка Потом Нету никакой общей стены У нас расстояние Там, я не знаю, метров Метров десять, наверное И потом мои стены И я слышу эту музыку Вот такие вот дела Так, ладно Не, ну тут вон еще Еще Калгари Здоровый город А где тут даунтаун? А, даунтаун вон Понял? Вон там, вон центр Судя по всему Так, а нам вот сюда На Эдмонтон Туда мы и едем Покажу вам, как мы проходим Весовую Всех, короче, все траки Загнали на весовую Этот, наверное, пустой И он едет там Я не пустой Я еду правее Да, там мусорка пустая Обычно те, кто пустой Вот сейчас вот меня тоже С левой стороны Обгоняет флэтбет Он тоже пустой И он едет там Слева Поезжать надо Со скоростью 10 км в час Так, надо Включить Лампы Габариты Габариты Хорошо, что Они находятся у меня С правой стороны Потому что с правой стороны У меня лампы Вернее, габариты В трейлере Горят А с левой нет С левой я так еще и не починил Надо посмотреть Там где-то провод Обрыв провода Где-то А с правой Горят Так что у нас Все нормально По правому борту Который они увидят А если Не дай бог Завернут на проверку Придется там Прямо лазить И искать этот Обрыв провода Начал уже работать И забыл Вам заснять В общем Страпы я снимаю Сейчас Видите Как отодвигается Крыша Сейчас я Поснимаю Страпы Они уберут Этот груз Подвинем крышу Вперед И я поеду Дальше Ну в общем У меня конечно Какой-то Ассистент Чтобы показывал Как я это все делаю Но так как я один Пока значит Первый груз Будет Может не совсем Интересно Рассказано Ладно Продолжаю дальше Ну вот так вот Он снимает В общем так он Разгрузит А я пока Сматываю Страпы Страпы В любом случае Надо снимать Если Этот мужик Повредит Что-нибудь Ты бы Вперед Блядь Мужик Б проехал Ага Ладно В общем Мужик будет Двигать По чуть-чуть Направо Вот Направо Я тут уже С ним поговорил Обсудили Теперь Налево Опять Приподымет Направо И выйдет В общем Долго Эту байду Разгружать Не так Как у меня Раньше было Он типа В таком трейлере Двери открыл Тебе туда Закатили Двери закрыл И поехал Тут Это Загружается Разгружается Долго А загружается Вообще Долго Не знаю Я Может Недостаточно Еще опытный Я Строповал Где-то В районе Четырех часов Может быть Обычно Там где-то Часа три Это делают А я четыре Так как Это у меня было В первый раз Загружается честно говоря я даже забыл куда я приехал я настолько привык что я в америке я даже забыл что я все еще в канаде просто обычно привык загружаясь в канаде разгружаясь в америке все проходит отлично теперь этот тарп надо подвинуть эту крышу надо подвинуть назад так теперь эту крышу надо подвинуть сюда чтобы вот это попало вот туда сейчас покажу так видите вот зажимается с обоих сторон въезжает вот тот профиль в эту палку для того чтобы не упасть потому что тут у меня ступенька есть и с обеих сторон с обоих сторон и теперь я отодвигаю тарп самый конец я решил тут еще немножко подвести но не немножко нормально подмести принципе это не обязательно но хочу чтобы было чисто вот так короче выглядит выглядит мой трейлер видите это стебет отодвигается так как вот эта часть ей не на чем лежать поэтому ее надо закрепить как я вам показал а потом она входит в те прорези в те салазки в общем так ладно почти разгрузились ладно вот так вот мы разгрузились это вам не драй бокс возить здесь надо физически работать я похудею худи буду стройный и красивый самое главное что здесь погода классно давайте я вам покажу офигительная погода снега почти нет сейчас мне 170 километров до до места где я буду ночевать принципе этом проведу все выходные и там у меня будет понедельник утром загрузка все ребята может быть этот репортаж по загрузке немножко скомканный но для того чтобы было лучше интересно мне надо больше взять камер они у меня есть просто я их не взял а вот и тогда наверное будет в общем я придумаю что можно сделать лучше ладно все разгрузочный репортаж закончен всем пока наверное это объединю с тем что я снимал когда доставку делал вот это город red deer между калгари и эдмонтоном слушайте я ей богу я никогда не видел такого вот зацените сейчас мы будем ездить посмотрите на эти столбы я не говорю про то что они деревянные ладно я к этому привык но какого хрена они стоят криво я такого еще не видел не серьезно посмотрите столбы стоят да-та-та-та-та-ра а чё нельзя было поставить ровно но я понимаю что там рядом другой столб короче я не понял юмора зачем так не ясно сейчас я тут еду в магазин мне надо магазин кое-что купить для для трака так что потом я еще думаю проедусь проедусь ладно ребята тут я поворачиваю а вот вот они вот они те ребята косоглазые которые которые столбы поставили вот они посмотрите у них уровня не было они так на глазок ладно я шучу конечно наверное какая-то в этом есть какой-то есть в смысл но ей богу я думаю честно но у тебя честно убежден что наверное можно было сделать по-другому вот так вот меня удивил город роддир сколько тут температура я так поработал о тут плюс 10 думать чем не так жарко но чем не так жарко тут плюс 10 представляете вот вам и погода когда ты дальнобойщик ездишь ладно меня это не удивляет то есть вернее не удивило если бы я из манреаля зимой там поехал куда-нибудь во флориду во флориду то есть но по английски флорида во флориду а здесь я поехал чисто на запад тут погода лучше позавчера позавчера я был по самые коленки в снегу вот здесь смотрите какая недвига тут недвига какая здесь живут какие-то живут непонятно я не знаю я ни разу в монреале в монреале и в торонто я не видел таких домов в америке дофига и больше и тут почему-то но не знаю так ладно едем дальше едем в магазин кстати что еще могу сказать здесь в альберте очень выгодно что-то покупать в том плане что здесь налог всего пять процентов у меня в монреале 15 здесь 5 так что то что мне надо купить это рачеты такие трещотки для толстых ремней у меня там есть два но они где старенькие вот куплю новые если их продают отдельно потому что стропы и вместе с рачетами у нас там стоят каждый 75 долларов поэтому я хочу посмотреть продают ли здесь и продают ли только рачеты стропа у меня есть вот ну тут вот более менее нормальные дома пошли проедем мы по по городу радир с вами радиры да как красный олень о скейт-парк это хорошо это для людей это радует в америке я такого не видел в россии я думаю такого полно вот видите а здесь я увидел и удивился он реально такого не видел в торонто не видел да нигде не видел чё ж я вам не сказал что здесь бросается в глаза вы спрашиваете результат этого конвоя свободы вот соскочевание и здесь в альберте все ходят без масок вы представляете я сейчас зайду в магазин без маски это ж какой кайф с людьми я общался без масок здесь к вида нет вот здесь его просто нет у нас у нас есть у нас премьер-министр лиго заболел к видом и говорит чтобы мы готовились готовились к новому к новой вспышки а здесь все здоровы представляете так что все таки какой-то результат был слава богу хоть где-то что-то так мужик ты там бутылочку не ставь не ставь бутылочку наглый такой взял поставил бутылочку он стульчик смотрите стульчик никому не надо ой бедный трак он там едет не едет а задом куда же он там приехал вот бедолаги доставка досталось вот мне надо примерно такой же мусс бампер или даже чего-нибудь покрепче я такой нормальный он такой элегантный как я сказал вот район как я сказал надо искать где-нибудь со вторых рук тысячи за полторы потому что новый стоит чтоб не соврать по моему или три или пять тысяч вот сейчас буду здесь стоять посмотрю может где-то в интернете найду город reddir лампочки я еще не починил сейчас вот приеду и займусь этим у меня будет два дня на ремонт так ладно тут промышленная зона в общем-то ничего особенного подъезжаем и кого с вами к эдмонтону только что я проехал международный аэропорт эдмонтона вот терминал я там что-то правда честно говоря особо не разглядел как-то не знаю непонятно на самолет я видел посмотри увидел самолет посмотрел и да действительно эдмонтон интернешнл аэропорт ладно круто сейчас мы подъезжаем к к эдмонтону вот в принципе тут пока я ничего такого не вижу но 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 здесь я буду два дня субботу воскресенье и у меня для вас есть подарок я иду в гости иду я в гости ко многим для многих известному блогеру миша из эдмонтона с которым мы знакомы заочно уже несколько лет на года три-четыре я даже точно не помню вот но а кстати посмотрите это здесь аукцион всевозможной тяжелой техники там всякие тракторы экскаваторы прицепы вот мне наверное надо будет в одном из таких аукционов купить себе прицеп потому что тот который у меня сейчас я его взял в аренду так вот с мишей мы знакомы уже давно но пока ни разу не встречались потому что живем конечно в четырех тысячах километрах друг от друга и вот сегодня увидимся так что вот такой вот сюрприз следующий репортаж уже я буду делать вместе с ним тоже потряхивает но в принципе дорога ничего не знаю потряхивает у меня у меня аж сиденье нужно пружина поэтому я чувствую все неровности я проезжал вот если где-то по монреалю я проезжаю в каких-то местах на траке я так сильно подпрыгиваю когда проезжаю на легковой машине вроде не так здесь прямо как жакей дорогу они делают ну короче не как в германии раньше нет монтан вроде бы город очень даже не неплохой хороший надо мишу попросить чтобы он повозил по городу я думаю это прекрасная возможность будет для того чтобы вам этот город показать и рассказать местный человек поможет для вас этот город показать а и и и и и и и и партиз 군맅 и и в и и и и и и на